Друзья мои, всем привет! Сегодня хочу с вами поговорить о том, почему мужчины изменяют и по какому принципу они выбирают себе любовниц. Будет очень интересно. Хотя на самом деле это видео вообще не про психотерапию, да, то есть про это у меня есть отдельный курс «Любовный треугольник». Там мы говорим про расщепление, про детские травмы, про взрослые травмы, про кризисы, про какие-то глубинные такие процессы, да, которые происходят с человеком. Сегодня мы поговорим о том, что лежит на сознательном уровне, то есть какие мысли есть у мужчины, и он вам с удовольствием расскажет все эти мысли, то есть он это понимает и он это осознает. Ну, конечно, вам, если вы любовница, он вам это не расскажет никогда, поэтому я возьму на себя эту функцию и попробую разложить вам понятным и доходчивым языком, что происходит с мужчиной, когда он себе заводит любовницу. Ну, во-первых, мужчину привлекает, конечно же, отсутствие обязательств, то есть он не должен слушать какие-то ваши нудные разговоры, терпеть, когда у вас болит голова или плохое настроение, ходить с вами часами там по супермаркету, содержать вас, вообще что-то делать для вас, да, то есть он вам ничего не должен. И он вам ничего не обещал, и вы прекрасно знали, на что шли. И потом, при удобном случае, он всегда будет вам об этом говорить, что, а что ты от меня хочешь? Ты прекрасно понимала, с кем ты связалась, да? То есть ему не нужно особо вкладываться в эти отношения, но в этих отношениях он получает все, что нужно ему, и ласку, и нежность, и любовь, и какую-то доверие, и теплоту, и, может быть, там, интересный досуг, может быть, какие-то эмоции, которые ему нужны. То есть все, что ему нужно, он будет получать, но его вложения будут минимальны, то есть баланс брать-давать в этих отношениях нарушен. То есть, скорее всего, мужчина, который будет находиться вот в этой роли, он сам является пограничником, потому что человек со здоровой психикой не сможет долго находиться в отношениях, в которых нарушается этот баланс брать-давать. Но здесь есть еще одна очень важная такая деталь, на которую почему-то мало кто обращает внимание. Когда женщина-любовница вступает в такие отношения, у нее где-то глубоко на бессознательном уровне, или она это громко проговаривает словами, есть надежда на то, что мужчина однажды уйдет от своей жены и станет только моим, и будет любить только меня, и все у нас с ним получится, да? Что он бросит эту ужасную жену и будет только со мной. А сейчас он еще не определился. И чтобы помочь ему определиться, мне нужно как бы выиграть соперничество с женой. То есть я сейчас соперничаю с той другой женщиной и пытаюсь ему доказать, что я лучше, выбери меня, выбери меня. И если я по всем аспектам жизни буду лучше, чем его жена, то, как бы, получается, у него не будет смысла за нее держаться, и он возьмет и уйдет ко мне. Поэтому я должна и как бы в постели громче кричать, и щи варить вкуснее, и вообще у него там ни денег, ничего не просить, и мозг ему не выносить, да? То есть я должна по всем показателям быть идеальной. И пока любовница в своей голове соревнуется с его женой, мужчина в этот момент сидит и просто кайфует. Он получает в этой жизни все, что он хотел, и даже то, что он не хотел. За просто так. За красивые глаза, за толстый кошелек или за 15 сантиметров. Здесь уже точно не знаю, за что любовница его выбрала, но смысл остается такой. Второе, что происходит с мужчиной в отношениях на стороне, это, как правило, всегда повышение самооценки. Ну почему так происходит? Ну все очень просто. Он понимает, что есть какая-то женщина, которая готова поступить своими какими-то принципами, встать в унизительное для себя положение, состояние, да? Особенно если она прям говорит об этом, что мне не нравятся отношения такие, я как бы хочу серьезных отношений, мне это не подходит, я хочу семью. Почему? То есть он видит, что женщина хочет замуж, хочет серьезных отношений, но так или иначе находится в этой модели отношений, чужой муж-любовница. То есть она сама ставит себя в эту позицию, когда я хочу одного, а на самом деле получаю вот это вот другое. И мужик сидит и думает, а почему она так делает? Почему она не уходит от меня? Почему она не бросает меня? Как почему? Понятно же почему! Потому что он очень классный, ну прям альфа-самец. Он настолько крутой, что она готова встать в унизительную позицию ради него. А почему он крутой? Ну просто вот потому что он крутой, да? Глаза красивые, толстые 15 сантиметров. Неважно почему, просто он себя в этот момент чувствует доминантом. Я доминировал, так от доминировал, да? Вообще как бы красавчик. В-третьих, любовница добавляет в скучную и такую привычную обыденную жизнь какой-то пикантности, какого-то такого интереса, дополнительный азарт, дополнительные какие-то гормоны, дополнительные эмоции, да? То есть мне надо балансировать и там, и там. Как-то прятаться здесь, искать какие-то варианты, как это сделать, чтобы там жена не узнала, чтобы это все так сложилось, чтобы вот так, вот так в своем вранье там не запутаться. Какие-то махинации, какие-то схемы, какие-то ходы, высчитывания и продумывания. И это дает дополнительные гормоны, да? То есть это игра, это игровая деятельность. Ну вот, не знаю, мальчик 7 лет, да, играет в преступника и полицейского. Вот, ну, ничем не отличается от этой ситуации. А все почему? Потому что жена дома с ним вообще не играет, да? У нее там только серьезные отношения, только серьезные разговоры и только серьезные обязанности и дела. Никакой игры нет. Куда-то пойти в другие места и где-то там поиграть, получить эти гормоны. Ну, видимо, не догадался. А в детстве, видимо, не наигрался. И вот и есть эта потребность, которую он и удовлетворяет с помощью любовницы. И вот теперь посмотрите на весь этот набор, да? Что имеет мужчина? Самооценка повышается, ему становится интересно жить, и он получает все, что он хочет и ничего за это не отдает. И как вы думаете, захочет ли вообще мужчина по доброй воле выйти из таких отношений, если он туда уже попал, да? То есть если он уже там пограничник, грубо говоря, ему уже в этих отношениях как бы комфортно, да? То есть нет у него такого, что, о, боже, как это невыносимо, да? То есть ему уже комфортно. Да он никогда не захочет выйти из этих отношений. Но об этом я уже говорила вам, когда делала разбор одного письма своей подписчице. Видео, ссылку оставлю. Так вот, к чему я это все хотела сказать? К тому, что, девушки, пожалуйста, не нужно играть в сомнительные игры, которые для вас вообще неприемлемы и для вас не подходят. Оказаться в роли любовницы вот в таких ситуациях вы можете из нескольких сценариев. Ну, это сценарий зависимости, да, когда вы просто вот залипли на этого мужчину и не можете от него отлипнуть, потому что он для вас очень ценный, очень важный, и вы хотите во что бы то ни стало добиться его и быть с ним, и вам кроме него никто не нужен. Ну, в общем, сплошная эмоциональная зависимость, да, вот эта эмоциональная яма. Или, наоборот, вы находитесь в состоянии контрзависимости, и вы не хотите сильно сближаться с человеком, потому что вам страшно, что вам станет больно. То есть вы не можете выстраивать здоровую близость, вы держите всех на расстоянии, и поэтому отношения начинаете с теми людьми, с кем не может изначально получиться вот такая вот настоящая здоровая близость. То есть вы избегаете здоровой близости, и поэтому уходите в такие суррогатые отношения, да, вот отношения с женатыми, там, отношения на расстоянии, какие-то, может быть, отношения, там, с недоступными, с кем-то можно раз в неделю встретиться или, там, раз в месяц, да, и больше не вникать в человека и не вникать как-то в его жизнь, не создавать с ним близость. То есть вы себя таким способом защищаете от зависимости. И с этими сценариями нужно, можно и важно работать. И я поэтому приглашаю вас на свой курс «Сценарии в отношениях», где вы разберетесь со своей склонностью впадать в зависимость, в контрзависимость, со своим страхом близости и страхом быть покинутым. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал обязательно, и пишите свои мнения, свои мысли по поводу отношений с женатыми в комментариях к этому видео. А на сегодня у меня все. Всех люблю, целую. Пока-пока!